Здравствуйте! В эфире «Город Эсс» и Татьяна Дмитриева. Как в этом году были организованы перевозки пассажиров по городу и дачным маршрутам, где можно пополнить счет транспортных карт и как уехать домой после спектаклей? Об этом говорим с заместителем директора по организации пассажирских перевозок муниципального предприятия «Пассажир Автотранс» Алексеем Горностаевым. Ваши вопросы, замечания, а может и предложения к руководству «Пассажир Автотранс» направляйте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Алексей Викторович! Здравствуйте! Хотя заканчивается только ноябрь, но все-таки это уже практически конец года. И мне хотелось бы узнать о ваших личных каких-то оценочных суждениях и впечатлениях о том, как «Пассажир Автотранс» отработал этот год и как вам в этом году работалось. Тем более, вот вы к нам приходили в должности заместителя директора по эксплуатации, сейчас вы заместитель директора предприятия по организации пассажирских перевозок. То есть какие-то перемены все-таки есть. Вот они позитивны на ваш взгляд или нет? Ну да, всегда что-то, когда меняется, все это делается к улучшению. Значит, подводить итоги по нашей работе еще рано. Основные итоги будем подводить после 1 января. Как сработало предприятие, что сделали. Вот личное впечатление, я специально акцентировала на этом. Как вам проработалось, отработалось в этом году? Ну, в принципе, есть чем и порадоваться, есть чему еще надо улучшать свое обслуживание. Могу сказать, что в этом году мы закончили массовые перевозки граждан города к садо-удачным участкам. Подвижным составом, который был задействован на этих перевозках, было перевезено около миллиона пассажиров. Конечно, мы понимаем, что основные пассажиры, которые пользуются нашим транспортом, это люди пожилого возраста, преклонного. Ну и студенты. Вот я тоже являюсь вашей клиенткой, так скажем. Есть и молодежь, да? И вот и пожилые, и молодежь. Есть. Если говорить о садо-удачных перевозках, то, в принципе, мы отработали, я думаю, достойно, без всяких срывов, без нареканий. И много что выяснили. Конечно, видно, что количество пассажиров уменьшается с года в год, потому что основными участками пользуются люди пожилого возраста. Молодежь уже меньше ездит на эти участки. И куда-то отдыхать есть другие страны. А тогда есть ли смысл закупать новую технику, есть ли вот такая тенденция уменьшения пассажиропотока, да? Вот как вот вы на это смотрите, как руководитель? Потому что можно что-то там починить, оставить в том же составе, можно докупить новое. Вот как решаются эти проблемы? Я могу сказать, что тенденция снижения идет только на перевозках, которые к садо-удачным участкам. На городских перевозках снижение количества перевезенных пассажиров не изменяется. Все больше и больше мы перевозим студентов. Тем более сейчас есть безлимитная карта студентов, которые пользуются ими очень удобно. Школьников, граждан. Очень много людей, которые сейчас пользуются. Мы видим, особенно после сентября, что идет рост перевезенных пассажиров на городских перевозках. Ну, это уже радует. Потому что, хоть вы и муниципальное предприятие, но, конечно, предприятие может быть эффективным, когда получает прибыли достаточно. Вот скажите, пожалуйста, от чего вы получаете прибыль и что приносит в большинстве своему убытки в вашей работе? Ну, прибыль мы всегда получаем от количества перевезенных пассажиров. Ну, убытки, как и у любого муниципального предприятия, они есть, складываются там из разных факторов. Вот социальные тоже, наверное, включая, да? У нас тоже льготы есть, но все равно кто-то должен возить людей. Люди должны добираться на работу. То есть у вас, если муниципальные, то социальные направленности уже, понятно, есть и предприятия. К нам уже, Алексей Викторович, поступают первые вопросы. Начнем на них отвечать и дальше продолжим разговор. Заговорили про дачные перевозки, вот вам вопрос. Дача в Старом Оглосе, как можно туда нам добраться, на чем доехать? И вообще, когда заканчивается дачный сезон, потому что там до сих пор живут люди? Спрашивает Марина. Ну, дачный сезон уже закончился. Мы последние перевозки делали последние выходные октября месяца. Скидок на погоду не делайте, потому что чудесная погода. Вот последние дни ноября, да, вот солнце и красота, и на дачу прям вот так и хочется выехать. Вот на этот нет никаких скидок, да? Нет, нет, мы даже в октябрь месяце и в дождливой погоде работали, в солнечной, потому что кто-то там что-то хочет поделать на своем участке, кто-то что-то закончить, но все равно по возможности выехать на природу людям надо давать возможность. Но в любом случае в конце октября дачный сезон закончили, а вот Старый Оглос, как туда добраться? Есть у вас схема? По Старому Оглосу можно сделать обращение в департамент транспорта, в предприятие, если там не ходит транспорт. А вы не знаете? Вот какой-то номер большой? Надо узнать именно что, где Старая Оглоса, потому что... Это не то, что вот Старая Оглоса, тебе одна остановка. Да, да, я так думаю, что это какой-то новый, может, участки дачные. А можно куда-то обратиться, вот в Марине, написать, может быть, вот интерактивно на сайт, да, вот кто-то может ответить вот на этот вопрос? Ну, обращение можно подать и к нам на сайт, и в департамент транспорта. В департамент транспорта есть телефон горячей линии 260-20-18. 260-20-18. Да, потому что департамент транспорта, чтобы много работать по этим перевозкам, всегда аккумулирует пожелания людей, и потом мы встречаемся и решаем вопрос. Да, даже если что-то появилось новое, есть возможность, наверное, как-то изменить маршрут. Спрашивает у вас Михаил, можно ли расплачиваться в транспорте через СМС-сообщение? На данном этапе сейчас еще нет. Но в будущем будет? В будущем, я думаю, что будет, потому что прогресс идет всегда вперед. Вы видите, что у нас используется транспортный терминал, по которым получает уже билет пассажир в виде кассового чека. Можно расплачиваться и транспортной картой, и наличными. Ну, надо же. Удобство. Даже сегодня пока сложно еще представить. С помощью сотового телефона в процессе все равно рано или поздно это придет. То есть это уже обсуждается реально, такая перспектива. Это есть возможность такого в современном оборудовании. Я тогда в будущем думаю, что будет такая возможность. Понятно. То есть, резюмируя, вот если подводить какие-то итоги по дачному сезону, уменьшение пассажиропотока, но, собственно говоря, миллион есть, и это не так… Ну, это только на этих перевозках, именно на этих. На остальных перевозках, которые мы работаем на городских, в маршрутах уменьшения пассажиропотока нет. Даже увеличение, вы сказали. Да, потому что пользуются. Помню, вот руководитель департамента транспорта летом выезжал на улице Главной, да, были проблемы через… Вот не помню точно. Это в том году делали мост по улице Главной. Вот сегодня там ситуация стабильная, нет? Нет, потому что вот почему-то для меня ярким впечатлением именно вот по перевозкам было вот именно этот вот ремонт. Страдали люди, не могли доехать, добраться, пускали какие-то автобусы. И с утра было невозможно или поздно что-то, какие-то проблемы испытывали. И сегодня там все нормально? Все, сейчас все нормально, сорганизовано, стабильная работа есть. Напомню еще раз, телефон 202-11-22, звоните, у нас еще есть время для ваших вопросов. Владимир Александрович спрашивает, предвидится ли прямой маршрут из Петра до Бравы через 15-й микрорайон в Приволжский? Ну, мы обслуживаем только внутри городские маршруты, и за черту города мы не можем выезжать, потому что это уже пригородный маршрут будет. Как-то вот расширяться, вот действительно, вот выходить за черту города? Таких планов нет, ваших интересов в этом нет, потому что это тоже прибыль, да, по большому счету? Больше обслужите, больше получите. Есть закон, который не разрешает уезжать за территорию городской черты. Понятно. Это уже пригородные там совершенно другие требования к перевозчику. Только по городу. Что меняется вот в этом году, что изменилось, может быть, какие-то маршруты, какие-то появились новые, ну, конечно, не автобусы, но остановки или что-то такое. Что кардинально поменялось, и как это приняли люди, и нет ли вот возврата назад? Обычно как бывает, отменят какую-то остановку, но я вот про трамвай конкретно говорю, ну, Первомайская. Люди там бегают, бегают, жалуются, жалуются, потом раз, опять возобновят. Или как? Что-то вот такое бывает. Сегодня нет ничего таких ситуаций? Нет, вы знаете, как мы в последнее время очень держим тесную связь с пассажирами, с перевозчиками других форм собственности. Вот на предприятии недавно, с начала октября, сделали расписание на востребованных маршрутах, которые обслуживает Куйбышевский район, совместные с частными перевозчиками, по 215 маршруту, 66 коммерческому и 66 муниципальному маршруту. Сделано для того, чтобы улучшить транспортное обслуживание пассажиров, чтобы через определенный интервал подходил автобус, чтобы не один за другим, чтобы не было тюгона. И работа по единому расписанию дает положительные результаты. По единому расписанию с частниками? То есть они, получается, не ваши конкуренты, а вы работаете вместе, да? Да, надо работать с левизом. Удивительно. Вот уже у нас есть первая платочка, при том, три маршрута мы организовали и дают положительные свои результаты. И таких вот, на что бы вы хотели внимание обратить телезрителей, каких-то перемен в маршрутах, в остановках, ничего не произошло и не произойдет до конца года? Нет, ну, все те пожелания, которые есть у людей, мы постоянно отрабатываем. Есть и какие-то просьбы, которые рассматриваются и потом изменяются. Вот по жителям, которые проживают в Красногринском районе, мы специально для них сделали дополнительные рейсы, которые ездят в позднее вечернее время. Например, это по первому маршруту, по 50 маршруту, которые трогаются от железнодорожного вокзала, для их удобства доставки домой. Да, потому что люди работают из Красной Глинки здесь, в городе, и обратный процесс тоже, да? Там есть заводы, предприятия, поэтому поток. Ну, и проживание, все равно люди как-то набираться должны, не чувствовать себя отдалено. Теперь первые, 50-е, да? Да, у нас в 22.50 трогаются от железнодорожного вокзала, мы продлили режим работы, поэтому в любое время можно. Да, ну, это вот уже хорошая новость. Следующий вопрос от Ирины. Когда постят маршрут Дебенко в сторону Ашана, Дебенко-Запорожская, Дебенко-Советская армия, отсюда приходится добираться до магазина пешком. Ну, я так думаю, это пожелание нашей телезрительницы, которая, в принципе, разрабатывается много маршрутов, но, смотрите, есть маленькие нюансы. По некоторым дорогам не разрешено движение или не соответствует требования... Вот дорога, которая вот около Ашана, там же ездят машины очень много, а для муниципального транспорта, получается, не разрешено движение? Для общественного транспорта есть требования к дорогам, предъявляются. Ну, я так думаю, запишу же пожелания нашей телезрительницы. Ну, я думаю, что вам уже оно знакомо, потому что очень много людей, конечно, ездит за покупками в Ашан, и постоянно действительно приходится проделать огромный путь с остановок, да? Причем там не очень такое цивилизованное все, вот эти вот дорожки, по которым идешь, особенно в вечернее время. Ну, это тоже не очень удобное, зауженное. То есть, можно рассмотреть. То есть, требования предъявляются вот именно к этой дороге, которая узкая или что? Какие там проблемы? Требования к самой проезжей части. Так мы готовы рассматривать предложение. И я так думаю, пожелания учтем. Да, и там даже интересно, где делать остановку, потому что там все загородили. Вот подход к Ашану, вот это вот, когда вот горка, и там буквально выходишь, и не знаешь, действительно идешь пешком еще дольше, даже с машины, как-то вот тоже вот как-то все-таки не продумано. Соединяется. Да. Анна, 21-й автобус, можно ли продлить его движение до завода и кран? 21-й. Знаете, мы прежде чем, чтобы изменить, сначала делаем изучение пассажирпотока. Если что-то продлевается или изменяется, для чего? То ли это изменился инфраструктор города, открылся какой-то торговый комплекс, то ли микрорайон, то ли еще что-то. Поэтому надо изучить сначала. Пока вот вы не знаете, 21-й, будет набираться там, да, пассажиры достаточно? Сначала надо изучить, посмотреть. У вас есть группа, да, вот, которая проводит вот эти исследования? Или специально вот в какое-то определенное время выходят люди, считают? Да, постоянно ведется анализ. А через какое время, с какой периодичностью? Ну, определенный мы вставляем график, на каких маршрутах, если изменяет пассажирпоток, увеличивается. Или уменьшает, смотрим, причины этого. То есть анализ проводится, да? То ли это сезонный, то ли это что-то изменилось. И на основании этого делаем определенные выводы и вносим коррективы. А есть какое-то поощрение для водителя автобуса, может быть, для кондуктора, если вы видите, что увеличивается и пассажиропоток на этом маршруте, и денег больше, естественно, вот как-то вот эта вот система регулируется? Есть мотивация у людей работать вот не как вот пришел, отработал, ушел, заснул, встал, опять пришел? Нет, целью водителя и кондуктора перевезти как можно больше пассажиров и с хорошим качеством оказать эту услугу. А они мотивируются как-то? Ну, конечно, водитель и кондуктор получают зарплату от количества перевезти пассажиров. От количества все-таки, да, вот это вот тоже очень важно. Анатолий Васильевич, какие услуги в транспорте входят в стоимость проезда 20 рублей? За что мы платим, да, вот как мы квитанции покупаем, получаем с ЖКО? Составляется расчетный тариф, в который все входит. Я так думаю, что рассказывать более подробно, думаю, немногим будет интересно. Ну, вот самое вот и реальное, вот за что? За то, что мы сели, да, и с точки А приехали, да, и туда, там много каких-то, да. Кроме этого сейчас и страховка входит в стоимость, страхование пассажиров. То есть, если человек не застрахован сам по себе, да, и с ним что-то случится в общественном транспорте, именно ваше предприятие берет на себя вот эти затраты? Нет, у нас есть договор со страховой компанией, который, если что-то случится, не дай бог, конечно, который берет на себя и эти затраты, потому что есть федеральный закон, на основании которого сейчас все перевозчики обязаны страховать. На ваш взгляд, вот эта сумма, 20 рублей, насколько она сегодня, так скажем, справедливая, да, вот насколько она реальная? Ну, знаете, все-таки очень тяжелый труд, и понятно, что 20 рублей в наше время не такие большие денежные средства, а затратная часть при росте топлива, стоимости топлива, электроэнергии все-таки уже сказывается. Да, если мы вот говорим, что каждые полгода повышаются те же услуги там за ЖКХ, да, то, допустим, вот в транспорте это происходит не так уж часто. 132 маршрут перенесли на Димитрова, народ испытывает трудности, можно ли перенести его опять на поляну Фрунзе, предлагает Людмила Ивановна. Я так думаю, это по дачному маршруту. Есть председатель, который, думаю, может написать обращение, можем встретиться, поговорить, у председателей у всех есть контакты, они могут обратиться в департамент транспорта. То есть время еще есть до весны, да, и можно эту ситуацию как-то вот, то есть Людмила Ивановна, можно обратиться, повторите, пожалуйста, телефон вот этот. Телефон департамента транспорта, горячая линия 260-2018, телефон предприятия, куда можно обратиться, 374-03-06. Следующий вопрос. Восточный поселок планируется ли транспорт какой-нибудь в эту сторону? В сторону города, извините. От восточного поселка в сторону города. Восточный поселок, вот я что-то... Если, Валентина Ивановна, вы сможете уточнить, у вас еще есть возможность, позвоните, скажите конкретно, как это точно называется, и вам Алексей Викторович ответит. Хоть у нас такая прекрасная, чудесная осень, про которую так и хочется говорить, все равно сейчас, я так понимаю, идет подготовка к зиме пассажиров автотранса, да? Да. В чем она вообще заключается? Успеваете ли вы подготовить транспорт к зиме? И в чем, как это выражается? Ну, знаете, каждый год мы знаем, что рано или поздно наступит зима, и нам перевозить пассажиров будет холодно. Подготовкой подвижного состава к зиме мы начинаем уже заниматься с сентября месяца. По каждому автомобилю, который есть на нашем предприятии, делается диагностика, определяем, что надо устранить, что надо улучшить, записывается, и мы это все делаем, устраняем. Сюда входит от уплотнителей дверей салона, от обогревателей, от включения специально дополнительных систем обогрева салона. А вообще вот есть такая норма, какая температура должна быть в салоне автобуса зимой? И если заходит пассажир и холодно, и вот он едет и мерзнет, и мерзнет, он может жаловаться, да? Да, конечно, может жаловаться. Есть требования, есть санитарные правила гигиенического труда водителей, но они хотя и уже 1988 года, но все равно действуют, что в салоне автобуса должно быть 18 градусов. Но в связи с частными открываниями дверей мы отчетливо понимаем, что температура может колебаться, хотя постоянно мы стараемся поддерживать эту температуру. Но в последнее время я не слышал, что холодно в салонах автобуса. Ну, конечно, да, и сами водители, кондукторы реагируют на это тоже в первую очередь, да? Притом весь подвижной состав уже готов, давно работа в зимних условиях. Ну, и сдержки, наверное, вот если говорить об экономике, опять о финансах, больше, да, затрат, конечно, в зимнее время? Ну, затраты, конечно, есть, но мы всегда должны думать о пассажиров, о тех людей, которые мы везем. Вот мне режиссер сказал, подсказал, что вот этот восточный поселок находится напротив поселка Чкалово. Вы сейчас сориентировались? А, ну, это понял примерно. Да? И что можно ответить? Значит, там же ходит у нас восьмой маршрут, двенадцатый маршрут, ну, если там есть, то да, транспорт общины, если что-то надо, может, какой-то, она хочет определенный маршрут изменить. Ну, восьмой есть и двенадцатый есть. Ну, тоже, я телефон сказал, готов выслушать, по желанию. Почему мало сорок первых автобусов, льготных, и семидесятый, и тридцать седьмой после семнадцати вечера они очень плохо ходят, и на улице одни маршрутки? Вот вы с этим согласны, во-первых? Не совсем. Не совсем, что так мало. Могу сказать, что, в принципе, на каждом маршруте работает достаточное количество подвижного состава. На семидесятом, семьдесят, восемнадцать единиц, на тридцать седьмом, четырнадцать. Вот если говорят мало, вот вообще вот этот временной промежуток, какой предполагается, вот для семидесятого, сорок первого, тридцать седьмого, ну, приблизительно, между... Ну, у нас на семидесятом интервал движения между машинами четыре-восемь минут. Опять, мы отсчетливо понимаем, что если... А вот знаете что, Алексей Викторович, я подумала, это вот из-за пробок, может быть, если весь город стоит, да, улица стоит, конечно, может человек и не дождаться. И после семнадцати, вот по этой причине, да, машин столько же, да, на линии автобусов столько же. Мы с вами предлагаем закончить тему все-таки подготовки к зиме, чтобы ярко и красочно все это увидеть. Давайте посмотрим сюжет и продолжим разговор. Этот небольшой агрегат нагревает внушительных размеров автобус. Мощность печки 30 киловатт. И этого достаточно, чтобы за 15 минут в салоне автобуса создать атмосферу Африки. Даже в самый лютый мороз за окном. Такие нагреватели устанавливают в автобусах пассажир автотранса. На панели в кабине водителя монтируется пульт управления температурой. В этом году 30 машин автопарка обзаведутся современными нагревателями. Водители и кондукторы будут работать в тепле, а сами автобусы реже ломаться. Были сходы с линией по тех неисправности. Прежде чего отопление, это охлаждающая жидкость. Они выходят из строя, текут, мы их меняем на новые, чтобы повысить ходимость. Кроме обновления системы отопления, утеплили салоны автобусов. Окна, двери, крышевые люки. Закупили зимние сорта ГСМ и переобули колеса. Теперь автобусам не страшны ни мороз, ни гололед. И пассажиры будут добираться с комфортом. Ну, все так позитивно. Но, наверное, все равно проблемы есть. Нет предприятия без проблем. Самые насущные проблемы нынешнего времени. Вы можете озвучить? Нет, проблемы в каждом предприятии есть. Потому что без проблем ничего не может быть. Есть разные трудности. Есть трудности у нас и с кадрами, например. Хотя мы и набираем, и готовим. Но у каждого предприятия есть. Не идут водители или кондукторы? Или и те другие? Ну, на данном этапе у нас требуются тоже водители и кондуктора. Потому что мы развиваемся. Поэтому всегда есть необходимость в этих специальностях, в этих людях. Вот опять же, если вы сказали, что есть мотивация, да, что водитель за свой труд получит по факту, да, вот сколько перевез, столько получил. Если там как-то это регулируется, то можно... Не такие маленькие зарплаты все-таки? Или вот какой-то процесс идет в том, что водители больше начинают получать или нет? Вы знаете, водители не только же зарплаты. Надо и... У нас у водителей стимул есть. Они, кто-то работает более 25 лет на городских перевозках, а раньше уходит на пенсию, согласно законодательству. Кроме этого, на предприятии постоянно заведется работа по повышению профессионализма водителей. У нас устраивается конкурс водительского мастерства. У нас постоянно рассматриваются водители и награждаются за безаварийную работу разными степенами. Но главное все-таки для человека это не участие в конкурсе, да, зарплата, чтобы семью кормить. Опять стабильные выплаты, заработные платы. Вот это плюс. Это плюс, конечно, большой. И кондукторы тоже вот как-то они стимулируются. Вот больше собрал билетов, больше получил, да? Да, конечно. Все зависит от привезенных денежных средств и количества перевезенных пассажиров. Чем больше перевез, тем... И еще одна позитивная новость, которая нас ожидает в ближайшем будущем. Я хочу, чтобы вы подробнее рассказали, что и можно после спектаклей в нашем театре драмы будет спокойненько уехать на муниципальном транспорте. Не бегать в темноте, искать где-то там машины. Что-то будет вот новое, да? Да. В декабре месяце будут подаваться к театрам автобусы, которые после окончания спектаклей и массовых мероприятий будут развозить по маршруту следований. Вот это тоже вы сделали потому, что люди говорят, что мы не можем уехать, да? Это реакция на вот какие-то жалобы и просьбы, предложения? Да, это были обращения. И раньше такие существовали маршруты. Сейчас возымавляются. И в декабре месяце мы увидим эти маршруты на линии. Да, тем более, что это месяц такой предпраздничный. Предпраздничный. Люди будут посещать театры, разные мероприятия, где связаны. Да, ну в общем, реагируете. Так, грязно в вагонах. 25-го и 24-го маршрута, сообщает нам Надежда Федоровна. Вот теперь вопрос чистоты в салонах. Кто этим занимается, во-первых? Я так думаю, это имеется у вагона, и это, наверное, трамвай. 25-й маршрут. Ну, давайте эту ситуацию в автобусах тоже рассмотрим. Кто вообще этим занимается? Значит, у нас на предприятии имеется мойка подвижного состава. Весь подвижный состав, который заканчивает работать, обязательно проходит через мойку. Где ему делать влажную уборку салона? А внутри? Влажную уборку салона. И внешнюю уборку, то есть моют специально. Это каждый день? Каждый день. И при выезде на линию механиком проверяется, если есть какие-то замечания, то отправляется обратно. Или устранять эти замечания, или примывать. Поэтому... То есть это все механизировано, не то, что вот кондуктор подрабатывает, берет ведро с тряпкой и пошла мыть. Но опять же, будем говорить, все-таки приятно, даже кондуктор, водитель ездит в чистом салоне. Конечно. И когда нет таких замечаний, что ой, здесь пыльно и грязно. Тем более, им целый день работать. Да. 52-й маршрут. Я ехала из поликлиники. Это очень востребованный маршрут. И просьба сделать и автобусы, и пазики льготными. Понятно. Если, конечно, я не знаю, как реагировать. Льготы, это, наверное, все-таки не ваши компетенции, да? Или как-то можно даже на эту ситуацию повлиять? Будем. Потому что... Учтем пожелания. Есть. Все-таки на этом надо работать, на этом направлении. А вообще... Так, сейчас следующий вопрос. Аэропорт Смышляевка, СДТ, авиатор. К нему нет подъезда. И не ходит ни один дачный автобус. Мы добираемся на маршрутках или на 75-м, которые очень редко ходят? Ну, я могу сказать, что на 75-м маршруте 5 единиц. И не снимаются никогда эти машины. Но это дачные, опять же, перевозки. Дачные перевозки, но на юберном, думаю, что это не такой большой массив. Потому что в сторону этого направления ходит и 126-й А маршрут, и 126-й Б маршрут. Может, он приближенный кул города, и там не так много, я так думаю. Никогда не было этого маршрута, не озвучивали. Ну, вот если 5 единиц, вы говорите, то, конечно, вот это нормальные цифры? Вот если на маршруте 5... Ну, рассматривается, это все зависит от количества пассажиров. А, пассажир, понятно. От интервала, все это рассчитывается. — Понятно. Так, и хотелось бы знать ваше мнение, над чем вы будете работать в следующем году. Какие районы у нас сегодня наиболее в таком плачевном, так скажем, ну, может, не в очень плачевном состоянии, но там требуется вот именно вот больше маршрутов, больше автобусов и так далее. — Вы знаете, в каждом районе города, который есть, все-таки лучше хочется обслуживать каждому. Понимаю, что отдаленность есть некоторых районов. Это Красноглинского района, Куйбышевского района, которые отдалены от города и не соединены там трамваями, троллейбусами дополнительными. Нам постоянно изучается все это, потому что строится много новых микрорайонов. Да, мы знаем, что строятся микрорайоны «Крутые ключи». Есть сейчас еще в пригрыду города, там, при въезде, там, строятся жилые комплексы. Всегда это реагируется, изучается, осматривается, проводится анализ. Количество там. Постоянно ведется работа. Нет такого, что на предприятии вот эти у нас свои маршруты, и все, мы никуда не отходим ни влево, ни влево, ни влево. Нет. Все изучается, смотрим, изменяется, вносится изменение в режим расписания, изменение в количестве машин на том или ином маршруте. Вот «Кошелевпроект» сейчас разрастается. Туда вот увеличился поток каких-то автобусов наших вошел? Ну, в «Кошелевпроект» у нас ходит маршрут номер 56. Он приезжает мимо «Кошелевпроекта» и содействует соединение. Там вот как бы жалоб нет, потому что вот смотришь, там все больше и больше людей. В каждом, везде хочется, чтобы было побольше транспорта, чтобы вышел и всегда автобус стоял. Планируется ли движение какого-нибудь маршрута, кроме девятого? Девятого маршрута. Да, есть девятый маршрут. Есть девятый маршрут, стабильно ходит. И еще какой-то будет дополнительно к девятому. Кроме этого. По этой линии, я так понимаю. Поэтому мы сделали, я так думаю, это обращение от жителей мясокомбината. У нас есть там короткий маршрут для того, чтобы быстрее вывезти до станции метро Победы. И на контроле всегда держим этот маршрут. Спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир, ответили на мои вопросы. Вопросов телезрителей тоже было очень много. Удачи вам. Хорошо завершить этот год и с хорошим, позитивным настроем начать новый. Спасибо. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!